Память всех святых В природе святости, что же это такое? Стремление к святости и жажда святости в человека заложено изначально от создания. Это стремление вложил в нас Бог, стремление к святости. Но, как всегда в жизни человеческой бывает часто, сатана эту Богом данную силу извратил, просто направил немножко не в ту сторону. И поэтому люди не имеют успеха, даже желая святости, и даже употребляя усилия для достижения святости. Даже те, кто понимают, что мы к этому призваны, к сожалению, они идут, употребляют усилия, но идут не в ту сторону. Самая первая ошибка была наших прародителей Адама и Евы в раю, когда сатана их обманул. Съешьте от плода, от запрещенного, и будете как боги. В чем была эта ошибка? Потом это была следующая ошибка. Помните, когда в Ветхом Завете люди стали строить Вавилонскую башню? Природа ошибки одна была и та же. В чем суть этой ошибки? Человек захотел стать богом без бога. Своим усердием он хотел получить обожжение. И это как от Адама с Евой, от этих бедных строителей Вавилонской башни. И так по сей день. Все люди, ищущие бога, часто делают одну и ту же ошибку, и поэтому не имеют успеха. Они употребляют усилие, ревность, пользуются какими-то духовными практиками, чтобы достичь обожжения сами по себе. И совершают одну и ту же ошибку. Ихняя Вавилонская башня рушится, и рушится, и рушится. Нам, христианам, нужно понять главный смысл святости. По-другому у святых отцов это называется обожжением. Я специально употребляю этот термин, чтобы вы уловили суть святости. Святость – это не личная праведность, не талантливость духовная, ничего иное совершенно не подходит. Святость – это прерогатива Бога, а не человека. Так вот, святость, если она подлинная, настоящая, неискажённая святость прельщённых бедных. Это святость, когда мы тесним в себя, понуждаем в себя прийти Духу Святому. Как Господь говорит, «Придём с отцем и сыном, и обитель в вас сотворим». Человек не может быть сам по себе святым. Свят только Бог. Помните, как к Иисусу Христу подходит и говорит «Учителю благи». Он говорит, «Никто не благ, как только Бог». Если ты видишь во мне Учителя, ты ошибаешься. Если ты видишь во мне Бога, да, так и есть. Так вот, практика всей духовной жизни – это не стремление к личной святости, какими угодно духовными практиками, каким угодно упорством, стабильностью, упрямством. Ничего вы не достигнете. Вернее, ещё хуже. Вы достигнете иллюзий о самом себе. Святость – это пребывание в нас Бога. Очень точная молитва. Царю Небесный, «Приди и вселися вны». Вот природа святости. Он приходит в нас, и Он привносит эту святость. За нашу гордость и дерзость, надменность в одну минуту отойдёт и рухнет ваша Вавилонская башня. Не останется камня на камне. Вот люди подвязаются и делают одну и ту же ошибку. Им кажется, что святость – это в их власти. Во власти их усердия, искренности, упорства. И постоянно делают одну и ту же ошибку. Святость – это пребывание Бога в нас. На кого возрю? Только на кроткого и смиренного, так Господь говорит. А ещё есть такое святоотеческое выражение. «Не постигся, не молихся, не бдих, на земле не лежах, но смирихся и спаси мя Господь». Главное условие святости – это смиренное сердце. Смиренное сердце, которое из глубины своего ничтожества постоянно вопиет в сторону Бога. «Иисусе, Иисусе, Иисусе». Сердце, которое мнит от себя нечто и видит в себе нечто, не способно вот так вопить мягко, скромно. «Иисусе, Иисусе, Иисусе». Его эгоизм затмевает, встаёт между ним и Богом. Самое главное условие – понять, что святость – это Бог в нас. А Бог в нас будет, когда мы, наше «Я» начнём с маленькой буквы писать, а Слово «Бог» с большой. Слово «Бог» пишется с большой, «Я» пишется с маленькой. И всё время «Иисусе, Иисусе, Иисусе». Да, я понуждаюсь на действие, но как бы я ни понуждался, я должен понять, моя часть – это понуждение, а результат – это Божья часть. Вот результат – это не в нашей власти. Самая главная ошибка, когда мы думаем, что результат бывает в нашей власти. Результат – это Божья часть. А мы всего лишь понуждаемся. Падаем, встаём, исповедуемся, плачем, и опять «Иисусе, Иисусе», разбиваем колени, все в слезах. «Иисусе, Иисусе, Иисусе». Но святость – это не наша природа. Ещё раз вернусь к этому слову, синониму слова «святость». Обожение – пребывание Бога внутри нас. Бог свят, мы не святы. Иисусе сладчайше, спаси нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok